Красавцы в эфире ЛАВ-Радио. Всем привет, я Алексеев, пришел красавцем на ЛАВ-Радио, очень ждал этой встречи. Красавцы Курочкин и Соколов. Абсолютно трезвые, выспавшиеся, прекрасно выглядящие солнце сидит напротив нас. Алексеев у нас в гостях, друзья, доброе утро. Доброе утро. Вот он, голос подал, и это прекрасно. Но давайте все-таки мы хотим побежаться по твоей небольшой, большой, но у нас сжатой, так называемой биографии, чтобы очень много вопросов, смотри. Сегодня, друзья, во-первых, у нас с героем красавцев плюс один, для тех, кто подключился, становится Алексеев, несостоявшийся теннисист, это правда? Да. А школьный ловелас? Нет. Правда, ты девушкам песни посещаешь. Так это не ловелас, это романтик. По-моему, это бабник называлось, это в твоей интерпретации как романтик. Дальше поехали. Мог бы быть медиком, но не пошел по стопам родителей. Ну, я не собирался идти. Вообще? Боишься крови? Да, 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 но у меня родители медики, да. Клип какие там, смотри, у него мрачные, да, я имею в виду по смыслу. Мрачные. А крови боится. Красивые, но они же в таких тонах сделаны. Так хорошо. Также они состоявшийся триумфатор детского Евровидения. Да. Основатель двух роггрупп. Да. Ну, не основатель, участник. Участник, ну, как солист, правильно? Да. Не барабанщик. Нет. Так, маркетолог по образованию. Да. Доучился? Практически. То есть можешь что-то отрекламировать, правильно? Конечно, я сегодня буду столько рекламировать. Разумеет, мы посмотрим, как ты, чему тебя научили. Бывший работник. Сегодня 10 ноября, и свестия холл. Погоди, не перегори, давай дальше пройдем. Так, бывший работник колл-центра. То есть это ты тот человек, который звонил. Здрасте, я уделю, можно уделить имя? Двух колл-центров даже, да. Я в одном продавал спутниковые антенны, а в другом кредиты. У меня кабель не работает. А ты все, вот он тебе плохо звонил. А у меня кредитов много, благодаря Никите. Хорошо, так, и в караоке-баре ты был? Да, работал, да. Окей. Я вокалистом, и человек, который приходит, говорит, что будете петь. У меня было такое расписание. Сначала в университет, потом в колл-центр, чтобы продавать кредиты. А потом... Такой разносторонний человек. А потом ночью в караоке. И в итоге пьяное солнце получилось. Да. Я теперь понял, откуда идут ноги. Хорошо, так, еще ты триумфатор украинского голоса, мега популярный, талантливый, конечно же, Никита Алексеев у нас в гостях. Друзья, еще раз давайте тебя поприветствуем. Ну и, конечно, хотим с тобой поспорить. Каждый раз, когда ты... Ты вообще азартный человек? Ты готов? Я, да, очень азартный, поэтому я боюсь. Не бойся, не бойся, на все по-честному. Если мы проигрываем, мы делаем, исполняем любое твое желание, да? Так. Абсолютно любое. Хоть на Мальдивы тебя отправим. Хорошо. В рамках, конечно, закона. Я не верю, конечно, но хорошо. Если есть Мальдивы за тысячу, то отправим. Да. А если ты проигрываешь, то мы тебе придумываем задание. Когда ты услышишь вот такой сигнал, суть порта, да? Вот. Он будет звучать где угодно. И когда угодно? Говорите, мы будем говорить. Все, что угодно может быть. Ты должен будешь говорить, у меня сольник. Хорошо, не проблема. Ну и все, отлично. Запомнили. Красавцы. Курочкин и Соколов. Пора переходить к новостям о тебе, о которых очень много. И как бы, ну кто, как не ты... Аж пять. Нет, это те, которые мы выбрали. У нас все-таки, понимаешь, по времени мы бы тебе могли и 25 их предложить. Но, к сожалению. Давай, будем зачитывать, и потом ты будешь комментировать. Готов? Да. Ну что, тогда начинаем. У меня сольник. А, молодец. Ладно, хорошо. А, он будет еще такой короткий, да? Конечно. А то ты так сначала такой длинный. Может быть, еще вот так. Прыньки, все. Поехали, давайте. Исполнитель хита «Пьяное солнце» Алексеев. Я бросил попытки найти отца. Ну, я просто его не знаю. Ну, ты же знаешь его историю. Ты узнавал о нем справки. Ну как, я не то, чтобы наводил о нем справки. Просто я когда-то общался с его другом, скажем так. Вот. Но, в принципе, больше ничего. Можно переходить к следующей новости? Давай, конечно, конечно. Мы просто засмотрелись на тебя, поехали. Алексеев нашел свою любовь на фабрике звезд. Трогательное фото артиста и певицы Ульяны заявил о романе пары. Ну, рассказывай, пожалуйста, что скоро ждать каких-то заявлений от тебя? Там такое милое фото. За ручку держится, так смотрит в камеру. Да, мне просто очень нравится, как поет Ульяна. Как выглядит? Выглядит хорошо. Выглядит она тоже хорошо. Она очень талантлива. И я желаю ей, конечно же, успехов. Думаю, что у нее все получится. Да, только что, по поводу пары. Смотри, как научили его отвечать решенными фразами. Девушка есть? Нет, я сейчас нахожусь в таком очень для себя необычном состоянии. У меня сольник сегодня. Понятно. Девушки нет, но в планах есть? Или, возможно, контракты запрещают находить? Нет, нет, в контракте нет таких. Серд свободы, девчонки. У Алексеева. Поехали дальше. Уже не хватает еще только лампы сюда какую-то. А дайте лампу, принесите. И окна надо все закрыть. Никиту Алексеева выгнали из театральной школы. Преподаватели не смогли открыть в артисте актера из-за флегматичного характера. Это неправда. Но ты посещал театральную школу. Нет, я учился на режиссера-постановщика, был слушателем. Другая музыка нужна здесь. Да. Я учился на режиссера-постановщика, но меня не выгнали. Я просто недоучился, потому что у меня уже начались концерты. И пошла карьера. Желание вернуться есть и закончить. Понятно все. Не особо и хотелось. Нет, ну если, ребята, кто-то не смотрел клипы, в принципе, там можно поставить твердое «Верю». Там, может, нормально играет человек-то. Я не знаю, кто-то придумал. Я немного потресся, когда увидел клип на «Чувствую душу», где Дорина Гре играет. Но проблем с авторскими правами не было, поэтому все хорошо. Главное – это главное. Зря напомнили. Может быть, сейчас будут. Так, давайте последнюю новость еще одну. Так, Алексеев обошел Лободу и Пугачеву. 24-летний музыкант оказался выше в рейтинге артистов, которых зрители хотят увидеть в новогоднюю ночь по телевизору. Ты выходишь в рейтинг. Я видел такой список. Да, но я не знаю, это подлинный или нет. Это подлинный официальный. Пугачева занимает 10-е место. А вот ты находишься на 4-м или на 5-м? На 7-м. На 7-м. Подожди, я сейчас посмотрю обзадную новость. У меня она есть. Алексеев есть, Артикаст есть, Лобода, Гагарин, Ленинград, Руки вверх, Алла Пугачева. Вот. Ты приедешь? Ты будешь? Если меня приглашают, я, конечно же, всегда иду на встречу к своему зрителю, само собой. Прекрасно. У меня день рождения будет в апреле, я тебя приглашаю. Я твой зритель приезжать. Ну, а что нет? Итак. У меня сольник. У него сольник, а у нас Зейн Иси. До стилдауна уфера Лав Радио. Красавцы. Курочкин и Соколов. Последний клип «Чувствую душой» снят в стиле Дыриан Игры. Да, мы с тобой недавно это обсудили сейчас. Когда будут съемки клип написаны всегда? И кто режиссер? Режиссером будет Алан Бадоев. Мне опять очень крупно повезло. Опять бесплатно? Нет. А что, бесплатно он снимает? Он «Пьяное солнце» ему снял бесплатно. Поэтому, не знаю, как будет в этот раз, какой будет презент. Но я уверен, что в этот раз будет просто прекрасный сценарий, как и всегда. И отличная команда. Я за всеми уже соскучился. Жду этой встречи. Жду начала съемок. Ну, а ты не спорил с Бадоевым? Ни разу не поотносился? Я смотрю, вот вы любите спорить со всеми. Нам интересно, понимаешь, вот он тебе говорит, плови на лодке. Там еще что-то. А я не умею плавать. Все, что я не хочу. Не хочу плыть на лодке. Я хочу много голых женщин здесь вокруг меня. И я пою. Я не хочу с ней целоваться, например. Вот именно. Зачем она страшная? Я непривередливый, когда дело касается профессионалов. Поэтому, что далее, то и снимем. В этот раз, если будет платно, разумеется, что-нибудь. Но клип когда мы увидим? Не знаю. Мы еще не приступили к съемкам. А Алан Бадоев, это такой человек непредсказуемый. Никогда не знаешь, как быстро он эту идею придумает. Может быть, он может в самый последний момент все поменять. А может, пока ты здесь, он уже и снял. Да, без меня. Просто потом подставит на хромаке. Понятно. Но, как всегда, от тебя ожидают такой мини-художественный фильм. У меня сольник, в случае. Нет, то, что у тебя сольник, мы знаем. Я уже просто до ныне был этого звука. Расслабься, расслабься. Выпей, пожалуйста, чайку пока. Красавцы. Курочкин и Соколов. Люблю не могу. Пришло время разобраться в чувствах, в отношениях. Правила у нас, как и были, есть и будут. Ты у нас тоже, как герой, должен сказать. Есть девушка? Ты сказал уже нет, правильно? Да, да, да. Ты сказал, что ты сейчас находишься в каком-то состоянии любви, как я понял, по песне. Вторая тут нам, да, очень трепетная. Отлично. Значит, все-таки этот трепет вызывает кто-то, да? И сейчас мы хотим узнать у тебя три недостатка в отношениях, которые тебя раздражают в девушках. Готов поделиться с этим? Да. Мы будем плюсы привносить. Поехали. По порядку. Начинаем. Человек нераздражительный вообще по своей природе, но я не люблю, когда есть пафос, особенно излишний. То есть это накачанные губы, шубы, собачки. Или поведение. Нет, это я про поведение, я про внутреннее состояние человека. Ты такая крутая, а ты там... Да, да. Не люблю лицемерие. Это два. И третье... Подожди, как-то будет, мы не успеваем. Мы обдумываем, как это превратить в плюсы. Лицемерие. У тебя очень много в окружении таких людей, которые говорят себе... Нет, нет. Хотя это же убийство, тут, наверное, есть такие. Рядом со мной только хорошие люди. Мне в этом плане безумно повезло. Конечно, ты сейчас сидишь в прекрасном утреннем шоу. Видел бы ту улыбку сейчас своих коллег, ну, со своими людьми. Да, хитро, да вот так. Да, хорошо, ладно. Ну, а девушка, она же в любом случае не может быть лицемерная, понимаешь? Как она, если она к тебе испытывает чувства? Или были? Были такие, да? Да, в этом мире все бывает, и, к сожалению, очень часто. Но я никого судить не хочу. Каждый делает выбор свой и сам знает. Для кого-то это просто такой момент самозащиты. Все-таки мне кажется, что где-то, где-то ему там насолили. Понимаешь, раз он так уверенно об этом говорит. И у меня сегодня с вами. Это да. Хорошо, давай третий недостаток. Третий я не люблю, когда человек заканчивает свой поиск. Я вот лично очень нуждаюсь постоянно в такой личности, за которой нужно идти, от которой я могу что-то узнать. И который будет меня обогащать. И поэтому мне очень важно, чтобы рядом со мной находился человек, который постоянно ищет какое-то новое звено. То есть это человек, который бы тебя пинал и деньги-то сделает или не сделает? Который бы меня учил и вдохновлял, да. Ну, девушка может тебя научить. Сногому, я бы сказал. Да, да. Например, как правильно наносят уши на ресницы, открывать рот. Это же все мы можем, да? Понятно. Но скажи мне, пожалуйста, все-таки в планах, может быть, есть какая-то девушка, которой ты хотел бы ухаживать? Или, возможно, когда в последний раз у тебя были, во-первых, отношения? Давай начнем с этого. Года три назад. Вот как началась карьера, все-таки все закончилось? Да. Ты понимаешь, что та девушка могла с тобой пройти и далее? А сейчас очень трудно это сделать, потому что ты артист. Ну, потому что очень сложно, конечно, быть с таким человеком. Я очень редко бываю дома. И, конечно, в будущем у девушки будет не сладко, да. Но в этом-то и весь смысл, наверное. Наверное, чтобы найти своего человека, несмотря ни на что, быть с ним и ждать его. Но здесь и вопрос, что ты можешь дать этому человеку. Ну, во всяком случае, спеть он не сможет, это сто процентов. Как минимум, да. Потому что у меня сегодня сольник. У него сольник сегодня. Успевает все. Красавцы. Курочкин и Соколов. Но теперь давайте к самому интересному. Никита, у тебя будет ровно одна минута. Сейчас ты станешь... Я расставим. А не только, понимаешь, звездой Инстаграма. Ну и еще что-нибудь получишь от этого. Правила такие. Минуты отвечаешь на вопрос, не задумываясь, было или не было. Да. Договорились? Да. Я смотрю на твои глаза, хоть челочка не прикрыта, я вижу. Хорошо. Если встанешь, психанешь, уйдешь, это, конечно, можешь. Это тоже да. А все остальное нельзя. Раз, два, три, поехали. Копировал какого-нибудь артиста. Да. Занимался любовью в ванной. Да. Тебя бросали по СМС. Да. Смотрел в отеле видео для взрослых. Нет. Надевал стримги. Нет. Подделывал документы. Да. Была интрижка с коллегой по цеху. Да. Была стыдно за свое выступление. Да. Занимался любовью в общественном месте. Нет. Жалеешь о своем первом сексуальном опыте. Нет. Ходил в дырявых носках. Да. Подглядывал за кем-то и подглядываешь за кем-то в Инстаграм. Да. Тебя связывали в постели. Нет. Использовал игрушки для взрослых. Нет. Поднимал руку на девушку. Нет. Ел просроченную еду. Да. Играл в ролевые игры. Нет. Заигрывал с девушкой друга. Нет. Вытирал об стену козявки. Нет. Нет. Делал интимную стрижку. Нет. Читал чужие смски. Нет. Разглядывал себя голым. Нет. Выбрасывал угощения фанатов. Нет. Был роман с той, кто старше тебя. Да. Подглядывал за кем-нибудь. Да. Делал что-то с телом у хирурга. Нет. Итак, внимание, вопросы, которые мы вам разбираемся. Интрижка была с коллегой по цеху, и она была старше, как я понял. Ты все один человек, да? Нет. А, это два разных человека. Будьте добры, отношения закончены уже? Да. Кто это? Ну, можно говорить уже. Уже можно говорить. Гриф секрет из-за. Не переживай. Лобода? Нет? Нет. Это было раньше еще, когда я, когда не было профессиональной карьеры. Но кто это был? Ани Лоракман. Да, я работал вот в колл-центре, там у меня... Да это не тот коллега по цеху! Ну, я же говорю, да. Это было до. Понятно. А то есть во время уже артистической деятельности... После... А, нет, 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 нет. За кем ты в Инстаграм подглядываешь? Ну, за красивыми девушками. За лободой подглядываешь? Ну, я за лободой слежу, а не подглядываю. Но она красивая девушка. А есть какая-то девушка в Инстаграм, за которую ты подглядываешь вон вот регулярно? Ну, их много, если честно, да. Есть много девушек, которые мне нравятся в первую очередь как личности, и мне интересно смотреть, что с ними происходит. Как они меняются. В жизни, да. Как растут. Да, как что-то увеличивается, где-то уменьшается. Понятно все. Спасибо за честность. Красавцы. Курочкин и Соколов. Красавцы плюс один. Плюс один сегодня у нас Никита Алексеев. Тот человек, который сегодня при поддержке Лав Радио ровно 8 часов от всех ждет, а на сцене Известия Холла будет для вас исполнять песни. И, кстати, по поводу песен. Да. Мы узнали, что это будет три новинки. Одну из них мы слышали, называется «Навсегда». Да. Классная, еще уверен услышим. А что еще за две песни? Есть, да, будут еще две песни. Я не буду ничего о них говорить, потому что... Спасибо. Тогда пропадется интрига. Пусть лучше люди придут и послушают, потому что я всех очень жду. Для меня сегодня, правда, важный день. Это как день рождения. И концерт, правда, будет уникальным, потому что сразу три премьеры. Кроме того, расширенный состав музыкантов. То есть будет еще и прямо оркестр? Уникальное световое шоу, очень красивое. Под живую музыку. Да, но это не прямо оркестр. Это будет струнный квартет. Четыре прекрасных девушки, которые к нам присоединились. Романтик в деле. К нашей рок-банде, да. Что дальше? И бэк-вокалисты. В общем, будет музыкально, будет визуально. Очень красиво и трепетно, так мелодично. Я буду общаться, рассказывать о себе, о своей жизни. И это такой первый большой сольный концерт. Он случится в «Известие холл» в 20.00. Правда, будет красиво. Приходите. Другой вопрос. Две песни, они будут также наполнены смыслом, чувством? Или это будет что-то «Тай-ла-лай, поехали!» Это же галочки. Что-то такое? Ну, в «Тай-ла-лай» может быть тоже очень много смысла. Ну, это понятно. Потому что любой артист и музыкант, когда пишет свою музыку... «Чумачечья весна» — это вообще же наполнено смыслом, что выливается из ушей. Вот. Ну, я говорю о тех артистах, которые сыграли в моей жизни лично важную роль, музыку которых я очень люблю, на музыке которых я вырос. И беру с них пример. Поэтому, конечно, каждая моя песня, она обо мне. Это какая-то моя история. Это мой дневник. И сегодня все, что прозвучит, это будет про меня и обо мне. Вот так, друзья. Конечно, выйдет. Если позовут, конечно, выйдет. Круто, ребят. Это было классно. Спасибо тебе большое, что в этот день, ответственный день, тебе уже пора на площадку. Ты сегодня заехал к нам и провел с нами это утро. Был очень рад. Спасибо, что пригласили. Да еще пригласим. Главное, ты покушай, кушай. Я прям вижу, что тебе прям печеньки платыли. Не нервничай. Завершим этот час прекрасный треком. Чувствую душой в исполнении Никиты Алексеева. Слушаем, друзья. А мы лечим вместе с птицами. Я один спою, ладно. Чтобы... Нет? Или я фальшив? Не посмотреть конца. Красавцы. В эфире Лаврадио.